Темпы роста замедлились, но тем более наша экономика ухудшается. Нам очень важно быть конкурентным, и здесь очень важно энергоресурсосприряжение. Это только самые современные технологии, системы управления, это бережливые производства, которые мы воплощаем. По крупице это все получается. Конечно, крупные наши компании это осознали пораньше и активно в этом направлении работают. Но это, кажется, все, начиная от индивидуальных потребителей, завершая малым и средним бизнесом. Все мы должны в этом активно участвовать. Результаты, конечно, неплохие. Мы берем седьмой год базовым, седьмому году 23,4%. Это неплохо, но задача до 2020 года, мы еще 16% должны нарастить, то есть седьмому году 40%. Это ведь вначале чисто административными мерами мы добиваемся успеха. Потом каждый процент уже достигается за счет или новых технологий, или использования новых систем. Еще есть, не бывает. Но без этого конкурентности нашей промышленности, нашей продукции не будет. Это единственный путь для того, чтобы быть конкурентным. Но очень сожалею, что федеральный бюджет перестал это субсидировать. Это вообще-то сделано очень много. Мы очень благодарны Министерству инновидики и Российской Федерации. Мы активно участвовали во всех этих проектах. И за счет этого мы серьезно провели модернизацию. Особенно бюджетные средства. Бюджетные средства сегодня огромный потребитель. Вы посмотрите медицинские комплексы. Каждая реконструкция медицинского комплекса доставляет нас увеличивать два, три раза энергопотребление. Не из-за того, чтобы мы это. Потому что современные оборудования, диагностика требуют огромное количество энергии. И мы должны это грамотно учитывать. Вот еще общаемся, по-моему, я сказал, за год там 700 миллиард что-ли подключение. Я правильно говорю, да? Это же, это значит, идет развитие, идет модернизация. Мы же новые продукты хотим, новые изделия хотим производить. Но эти решения, вот посмотрите, оборонно-промышленный комплекс исположил теплоотменники. Там в разделе дешевле, эффективнее, значит, ну пусть будет конкуренция. Приехали из-за границы, приехали наши соседи. Пусть они представляют свой продукт, кто сегодня конкурентен, пусть продвигают. Но очень важная звена, вот Дантус открывает научно-технический центр, очень важны наши образовательные центры. Вы хотите долго работать? Значит, у вас должны быть лаборатории в наших техникумах, ресурсных центрах, розыгрышах. Эти люди будут работать на вашем обороне. Эти люди будут формировать техническое задание на модернизацию, на новые строительства. Так вот, генеральный директор, генеральный директор, генеральный директор, он же, он, конечно, понимает, что есть какие-то компании, но работают специалисты, поэтому, если они будут четко знать, что вы, и учиться на этих лабораториях, на этом оборудовании, они, конечно, будут ориентироваться. И нам тоже надо структурироваться. Мы не должны быть, мы должны придерживаться какой-то стратегии. В этом плане я считаю, что наше партнерство должно быть на долгие годы. Несмотря на то, что федеральных средств нет, программа, если уж, должна проваловаться, мы должны изыскивать как компания, так и в бюджетной сфере, и поддерживать вот эту динамику энерго-ресурсосбережения, энерго-ресурсосбережения. Потому что мы, даже вот бумага, электронный документооборот, он должен разыскивать использование бумаги. Пока этого нет, у нас идет дублирование. Вот от этих мелочей набирается огромная сумма, поэтому надо обратить внимание. Продолжение следует...